Я Коряков Андрей Вячеславович, художественный руководитель Творческого объединения «Премьер» и это проект «Тверь Тим». Мне дали такую возможность администрация школы возглавить поначалу такое небольшое образование, это было 25 ноября 1992 года, и мы начали ставить такой капустник на Новый год. Здесь есть возможность любому человеку, которому хочется себя проявить, в любом возрасте посвятить себя театру, театру разному, здесь мы разные спектакли ставим, они могут к нам прийти. Педагогика здесь идет на первом плане. Ребенка не просто надо заинтересовать, но так, чтобы он здесь получал азы актерского мастерства, хореографии, вокала, нужно было вывести на какой-то определенный уровень. И здесь сработала педагогика. Почему потом, в 2011 году появляется школа мюзика? Я первую свою песню написал в 17 лет. Первую свою песню. Никогда не думал, что я буду писать. Сам я пишу много музыки. Иногда мне приходится писать до 70 песен в год. Когда в конце 90-х нам прорвались мюзиклы из-за рубежа, я понял, что это, конечно, очень интересный жанр. Это как опера. Может, нравится, может, не нравится категорически. То же самое с балетом. Первый мюзикл, который я увидел, это был мюзикл, который назывался «Метро». Вот он на меня произвел неизгладимые впечатления. Я впоследствии ездил еще 7 раз на него. Мы пытаемся соединить актерскую школу, драматическое искусство и такой жанр бродвейский. Должен быть профессиональный хореограф, который именно мюзикольный. То есть тот, кто ставит мюзиклы, должен понимать, что это не подтанцовка в кабаке где-нибудь, там, в баре. Он действительно должен овладеть человеком, овладеть зрителем. Это различными средствами делается. Сплетается вокальное искусство, хореографическое, драматическое, цирковое искусство. Конечно, хотелось в другую площадку. Больше, серьезнее, оснащеннее. Хотя здесь она оснащена. Все, что мы пытаемся, какие-то средства найти, зарабатываем, мы вкладываем сюда. Возможно автономное существование в нашем городе с очень большим трудом. Заставить сюда прийти и поверить, что мы театр, нам стоит большого труда. Отталкивает понятие школа. Ну, что такое школьный театр? Держать репертуар, в нашем случае, это раз в неделю хотя бы играть при заполняемости зала хотя бы в половину, потому что иначе это просто не окупится. Это не электричество, ничего. Мы же все равно, хоть и мы в 12-й гимназии, мы зал арендуем. Ты должен быть экономистом, бухгалтером, декоратором. Ты должен понимать, что сколько стоит. Я знаю, сколько стоит каждая ткань. Возникает масса других вопросов, которые лучше пусть останутся за кадром. Не надо же, чтобы все зрители знали, как это все делается. Делать это сложно, но это всегда творческий, творческо-хозяйственный процесс.